Мы рады приветствовать всех на канале телемикс и на программе есть туда и в студии сегодня Андрей Козицкий. А еще вместе с нами этот день встречает наш надежный друг и партнер строительная компания Водострой. Не знаете где приобрести шикарное и уютное жилье под доступным ценам? Ответ прост. Вперед Водострой! Пусть выбор цвета стен будет единственной вашей дилеммой. Обо всем остальном позаботится компания Водострой. Жилой комплекс на улице Чечерина 149 и Сергея Ушакова 13. Отличное расположение, продуманные планировки, привлекательная цена. Возможно приобретение в ипотеку и с использованием материнского капитала. Сайт www.vodostroy.net. Телефон 24-04-04. Итак, Андрей Козицкий в эфире программы Есть Тудэй. А еще сегодня у нас в гостях директор Приморского краевого колледжа культуры Евгения Ивановна Пробейголова. Итак, Евгения Ивановна, мы сегодня с вами готовим что? Напомните всем. Торт «Графские развалины». Мы уже сделали безе, отделили белочки от желтков, поставили в духовочку. Да, поставили в духовочку и они сейчас сушатся. Да, сушатся. Они должны такого светло-светло-бежевенького цвета получиться. Вот так, что будем делать дальше? Дальше, дальше приступаем ко второй части. Мы готовим крем. Крем. Вот, как только у нас будет готово безе, мы соединяем крем и безе. Отлично. И делаем, строим с тобой замок развалины. Развалины, да. А развалины строить не умеем? Так, теперь мы делаем, значит, я тебя попрошу сгущенку открыть. Открыть сгущенку? Да. Есть открывашка? Конечно. Вот. Ну, на всякий случай есть острые пальцы у меня. Так. Так. Она какая-то немножко вон скривоватая. Ну, ничего. Нет, я открываю правильно. Ну, обычно мужчины, знаешь, так, нож и ножом. Ножом. Ну, сейчас, если что, вот к нему нож. Подождите. У нас просто смялась банка, она... А, нет, вот все пошло. Пошло. Слишком сильные руки у меня, Евгения Ивановна. Да, да, да. Видать... Раньше занимался спортом. Я всем так. Хорошо кормят здесь меня в эфирах. Вот, отлично. Ну, а я хочу добавить, хорошо пристроился. Хорошо. Работа мечты, я вам скажу так. Всегда сытый. Моя продовольственная корзина всегда полна. Итак. Ну, прекрасно. Значит, мы сюда выливаем сгущеночку. Всю? Да, всю, конечно. Всю. Хорошо. Итак. Все вот оно. Ах. Ах, да, эх, сейчас бы ее... Эх, сейчас бы просто бы остановить эфир, да начать руками есть, как Винни-Пух в фильме и в мультике. Нет, ну, давай, это же не только тебе одному. Что? Что? Ну, еще и вам. Да, еще и мне. Мы сегодня говорили, что мы вдвоем кушаем, никого сюда не пускаем. Ну, кроме нашего оператора, который всегда улыбается. Да, держи это. Так, все, сгущенку мы с тобой положили. Евгения Ивановна, вот вопрос такой. А как вот все-таки директор Краевого, Приморского Краевого колледжа культуры, как вообще вот пришли, попали в культуру? Была такая мысль с самого детства, может быть, что вот это мое? Или... Нет, нет, директором будет работать в сфере культуры. Ну, знаешь, давай мы в первой части, я тебе рассказывала про колледж, я говорила, что 70 лет, но я забыла, я принесла книгу подарить тебе, подарить телемиксу, тебе вручаю, я надеюсь, что она займет здесь. Я никому не отдам. Ну, конечно. Я буду с ней ходить. Ну, ладно, да. Вот я здесь ее приготовила. Так. Так, вот такая книга у нас вышла, 70 лет. Отлично. Давайте покажем. Вот, и мы гордимся, что, кстати, это первая книга в истории, 70-летней истории колледжа. А еще вот такая эмблемочка, и мы на юбилее были все преподаватели, все студенты вот с такими эмблемами. Ну, ты еще не студент у нас, но я надеюсь, что ты будешь, да, даже не я надеюсь, а уверена. Зачисляйте меня. Вот у меня здесь есть брошь, а у тебя нет, поэтому я сейчас тебя вот так зачислю. Как говорится, культурно коронуйте меня. Итак, все. Ой, вот. Отлично. Вот он, мой третий диплом. И вот мы с тобой, ну, это еще до диплома надо, знаешь, еще 4 года. Пахать и пахать, извини. Вот такая вот книжечка, вам большое спасибо. У нас, кстати, для вас тоже есть подарок. Замечательно, хорошо. И это я не о том, что я передаю вам вашу же книгу. Да, ладно. Ладно, ну, мы продолжаем. Но я хочу тебе ответить на тот вопрос, который ты мне задал. Как я пришла в культуру? Да все очень просто. Я сама уссурийская, я родилась в уссурийской. Я родилась на улице Сибирцево. И на этой же улице, на углу Сибирцево и Калинина, стоял дом пионеров. Сейчас там стоит торговый центр пионер. И вот я рядышком возле этого здания жила. И, конечно же, меня мама, и меня, и моих двух сестер, у меня еще две сестры есть, отвела в дом пионеров. Так. В кружки. В кружки. Раньше все ходили в кружки. Какие кружки ходили? Ну, конечно, в танцевальный. В танцевальный. Конечно, конечно, в танцевальный. То есть не было такого, что бокс? Нет. Нет. Как-то вот, как-то не было. Мне хватало скультуры в школе. Бокс хватало скультуры в школе. А раньше было так. Так, давай мы будем с тобой еще что-то делать. Так, что мне делать? Так, мне сейчас... Есть шоколад? Нет, подожди, я сейчас масло положу сюда, и мы будем потихоньку это взбивать. А тебя прошу, значит, помять. Помять. Орех. Помять орех. И потереть шоколад. Помять орех. И потереть шоколад. Да, видишь, какие я тебе вкусные задания даю. Все. Вот. И в Доме пионеров в то время был замечательный ансамбль, танцевальный кружок, которым руководила Роза Сергеевна Просина. Ее, наверное, то, что полгорода ребят знает и знала. Нет. На маленькую? На маленькую, да. На маленькую. Ага, так. Вот. И я ходила, все свое школьное время ходила в этот кружок. И, в общем-то, сразу же влюбилась в своего преподавателя и, конечно же, для себя сделала вывод, что... Выбор. Училище. Вот так вот. Да, все рядом, все в шаговой доступности. Но бывает же, что вот все равно, как бы, да, мечтаем заниматься одним, в итоге выбираем другое. У вас так не было, да? То есть вот... У меня как-то не было. Ну, хотя, знаешь, ну, да, я никогда не занималась чем-то другим, кроме как культуры. Конечно, я была и директором Дома культуры, была и заведующей детским сектором, была и руководителем кружка. А, у меня, кстати, тоже был хореографический коллектив, и он тоже носил звание народный. Это, знаешь, да, что это такое? То есть это не самодеятельность, чуть-чуть выше, чем самодеятельность. Вот. У нас очень много в городе коллективов, которые носят звание образцовый или народный. Ага. Вот. Ну, и была чиновником, это тоже. Наверное, ты знаешь, я в администрации. Конечно. Руководила культурой. И 13 лет это тоже никуда. Это не детям. Да. Ну, и вот таким образом, в общем-то, всегда в культуре. И это моя жизнь, я другого не представляю. Вот так вот, друзья. Ну, что же, мы сейчас придемся на небольшой сюжет, после чего вернемся к нам в студию и продолжим готовить. Никуда не переключайтесь. Жителям нашего города крупно повезло. Несмотря на то, что снега еще нет, есть возможность покататься на санках и сноутюбингах. И это рядом с Уссурийском. Мы подготовили для вас сюрприз. У нас есть настоящий снег, белый, хрустящий. Приедьте, убедитесь в этом лично. По прогнозу синоптиков, погода в эти выходные будет теплой. Поэтому, чтобы почувствовать предновогоднее чудо, стоит поехать за город и слепить своего первого декабрьского снеговика. Микрорайон «Радужный» хочет пригласить жителей и гостей города Уссурийска на нашу базу отдыха «Южная». У нас подготовлены тюбинки, горки, горячий чай, пирожки. Приглашаем весело провести время и встретить зиму. База отдыха находится в самом сердце микрорайона «Радужный». А это значит, из любого места в городе можно быстро добраться до экологически чистого уголка и отдохнуть с удовольствием. Итак, мы продолжаем готовить наш торт «Градский развальный». Я натер шоколад, размолол немножечко грецкие орехи. Помял, помял, да, в пакетике. Так, что делаем дальше? Дальше у нас, ну, в принципе, у нас уже все готово. Готово для сборки нашего тортика. Так. Вот. Сейчас еще буквально вот несколько, несколько, наверное, две-три минуты. Две-три минутки. Да, и мы достаем и выкладываем. Итак, получается, сейчас, друзья, напомню вам еще раз, что мы сделали. Готовим сегодня торт. Для начала мы сделали безе, правильно? Да. Отделили желтки от белков, все это взбили, добавили сахара. Сахара сколько нужно? Сахара, ну, если на 4 белка, то стакан. Если на 8, то 2 стакана. То 2 стакана, все. Если 6, то 1,5. Почитайте сами, да. Да. Так, они что делают пединститут на математика и посчитайте. Потом мы натерли шоколад, размолвали грецкие орехи. Сюда мы добавили масло. Здесь масло и сгущенка. И сгущенка. И остатки, которые у тебя остались, шоколада, я тоже их так немножко поломала и бросила туда, в крем. И сейчас мне дают уже немножко грецкого ореха. Я тоже добавлю его, вот как раз не большие кусочки, а вот такое. Такое. Да. Где я сильно прям постарался. Да, где ты сильно постарался. Вот это вот надо еще чуть-чуть размять, потому что большое. Вот. И в креме тоже у нас будет присутствовать. И сейчас легко это все вот так сделаем. Ну что ж, друзья, последнее приготовление уже практически перед тем, как наш тортик увидит цвет. Но мы пока прерваемся на небольшой сюжет, после чего возвращаемся в студию и продолжаем готовить. Платья в пол, смелый мейкап, шикарные локоны и прекрасные улыбки. Именно это дефиле положило начало конкурса «Звезда колледжа-2018» среди студенток средних специальных учебных заведений Приморского края. «Звезда колледжа» стал неочередным конкурсом красоты в привычном его понимании. Идеальные параметры и блестящая внешность были далеко не главным показателем. Здесь выше ценились талант, широкая душа, горящие глаза и большое сердце. Молодой человек вскоре забыл, и отдал свое сердце в другой. Но у меня уже была жизненная цель – посвятить себя Господу Богу, бедным и больным людям всего мира. После того, как я открыла орден милосердия, меня прозвали «Матерью Терезии». Конкурс приурочен к объявленному в России Году добровольца и волонтера. В нем приняли участие самые активные, добрые и отзывчивые девушки нашего края, для которых бескорыстная помощь другим не просто слова, а реальная повседневная деятельность. Начнем с того, что спортивный волонтер – это человек, обладающий специальными навыками и оказываемую помощь в любых спортивных мероприятиях совершенно бесплатно. Помочь может каждый! Каждый тонор – герой! Каждая участница представила яркую презентацию, рассказавшую о проведенных акциях, своих жизненных принципах, достижениях и увлечениях. Все девочки, независимо, где они учатся, в среднем учебном заведении культуры, либо, может быть, в другом каком-то направлении, вы все одинаково талантливы, вы все обладаете огромной добротой, вы все обладаете сердцем, которое готовы разделить с другим. Самым творческим этапом стало задание «Талантливые люди». Весь зал, затаив дыхание, слушал историю о великой женщине-матери Терезе. Аплодисментами встретили студентку из Уссурийского медицинского колледжа с инсценировкой стихотворения «Человек в пути». Современные танцы, качественный вокал, мастерство дрессуры и многое другое сделали мероприятие по-настоящему незабываемым. Последнее дефиле абсолютно бесспорно можно назвать волшебным. В вечерних нарядах от девушек просто невозможно было отвести глаз. Оценивала участниц жюри в составе деятелей культуры, искусства, модельного бизнеса и телевидения. Выступления рассматривались по нескольким критериям, учитывающим социальную значимость акций, их охват и актуальность, а также личностные качества конкурсанток, коммуникативные навыки, обаяние, лидерские качества и харизма. В итоге самой красивой и талантливой студенткой была признана Елизавета Копышкина из Приморского краевого колледжа культуры. Мне очень приятно было стоять на сцене, получать эту корону. Я вся тряслась, хотя я уже понимала мысленно, что я буду королевой. Мама плачет, я тоже немножко поплакала. Спасибо всем, я очень счастлива. У меня улыбка с лица не сходит на самом деле. Конечно, никто не отменял приоритет внешности в конкурсе красоты. Но согласитесь, гораздо важнее не просто уверенный взгляд, модельная внешность и грамотная речь, но и богатый внутренний мир. Ведь, как сказал всемирно известный испанский писатель Мигель де Сервантес, «Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость и доброта». Итак, ну что, уже все практически готово. Будем вынимать наши газешки. Да, я посмотрела, они готовы, давай помогаем. Мы их во время сюжетика переложили на противень, да, потому что, чтобы у нас ничего... Чтобы фольга загуляла, да? Чтобы фольга, да. И вот... Тихонько, тихонько, горячее все. Очень горячее. Ну, мы справимся. Очень много горячих вещей я уже здесь перетробовал. Так, ну вот, получилось у нас. Отлично. Вот они, видишь, какого цвета такие вот. Вот, сейчас их аккуратненько от фольги. Угу. Так, вот этот вот можно круг, да, взять? Да, конечно. Ну вот, мы на него будем сейчас лепить с тобой. Складывайте. Значит, аккуратненько снимай, вот, можно вот так провернуть, и оно поднимается. Так, мне нужна еще ложечка. Оп, и что, на круг? Нет, ну, на круг нет. Вот, теперь смотри, все очень просто. Берем вот такую вот одну штучку, и я вот так делаю, вот, чтобы оно не ездило. И я сажу. Я пока выключу нашу плиту. Да, 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 да. Потому что нам приходят огромные штаты за электричество, как я люблю говорить. Понятно. Вот, и вот так вот их... Промазываем, да? Промазываю. Вот, я их просто сажу, чтобы торт не ездил. Не ездил. Да, 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 да. Отлично. Вот. И вот таким образом мы сейчас с тобой построим дом. Отлично. Вот оно. Выглядит очень вкусно, очень аппетитно, что больше всего мне нравится, потому что я готов сейчас и крем есть, и вот грецкие орехи. Так, это недалеко. Так, я вижу, что ты все, да, снял с этого. Я жую грецкий орех и наблюдаю за этим. Как Евгения Ивановна работает. Я сейчас тебе это все поручу. Вот так вот не успел поступить, уже отчислен. Первый выговор. Между прочим, Евгения Ивановна, я уже практически студент. Это мой отличительный знак. Да, да. И это твое творческое испытание. Это мое творческое испытание, да, сдержаться и не съесть торт заранее. Вот. Итак. Вот так вот хорошо мы все начиняем, все накладываем. Да. Да, друзья, а пока мы начиняем, мы смотрим небольшую, но очень сержательную рекламу. После чего возвращаемся и продолжаем готовить. Ну что ж, друзья, мы вот наделали очень много, поставили еще третью партию безе. Мы погорячились, так у нас торт, в принципе, большой, да, получился? Ты же сказал, вас много здесь. Ну да, но мы решили так, с захватом решили сделать. Итак, что делаем теперь, Евгения? Теперь делаем, уже, наверное, ставим такую коду, точку. Так. Над вот этим произведением мы сейчас посыпаем вкуснятины шоколадом, орехами и вот остаточками. Безе. Безе, да, то есть то, что было на фольге. Вот маленькие крошки, маленькие вот отщепления, мы их сейчас еще уменьшили и сейчас посыпем. Давай начнем с ореха. Орехов. Орех у нас, так, сейчас проверю, хорошо ты его помял или нет. И вот так, видишь, как он сразу... О, хорошо. Да, как он хорошо, красиво, сразу приобретает вид такого богатого. А то, что падает, я кушаю так. Ну да. Да. Человек такой, у меня ничего не пролетит. Да, а он немножко на креме, ну, и у меня дома большое такое блюдо, и я вот посыпаю, и оно все, в принципе, остается. Ну, выглядит очень круто. Ну, конечно, это еще и по дожде, мы еще до шоколада не дошли с тобой. Ну, вы-то не дошли, я тоже дошел до шоколада, а как вы видите, плитка уменьшается. А теперь начинаем шоколадом посыпать. Как это шикарно выглядит? Шикарно? Да. Ну, слава богу, что шикарно. Графские развалины. Графские развалины. Не кажется, даже ее так выглядит красиво, я вам скажу, так. Да. И вот так потихонечку, да, мы вот таким образом это все делаем. Нравится? Очень нравится, друзья. И такой сладкой, позитивной ноте мы прерываемся на блок позитивных новостей, которые мы собрали для вас со всего мира, а после продолжаем и уже будем, наконец-таки, пробовать. Никуда не переключайтесь. Этот испанский ресторан давно уже прославился яркими выступлениями в стиле фламенко, а теперь красный гид Мишлен удостоил его своей звезды. Ресторан находится в самом центре Мадрида, недалеко от Королевского дворца. Заведение открылось в 1956 году. Оно первым среди подобных ресторанов отличилось изысканной кухней. Сочетание высокой кухни с фламенко на самом высоком уровне – это инновация. В мире нет ничего подобного. И это вдохновляет нас делать что-то особенное, чего раньше не было. Для гостей ресторана готовит шеф-повар Давид Гарсия. Здорово видеть членов своей команды счастливыми. Они заслуживают этого больше, чем я. Они работают вместе со мной. Я рад за клиентов, зрителей и артистов. Рад за это заведение, за семью Дель Рей и за свою семью тоже. Помимо этого ресторана, гид Мишлен в этом году удостоил своих звезд еще 25 заведений в Испании и Португалии. Главный критерий для инспекторов путеводителя – кухня. Интерьер и атмосфера вторичны. Поэтому часто звезды присуждают не самим заведениям, а шеф-поварам. Легендарный дизайнер Карл Лагерфельд открыл праздничный сезон в Париже. Вместе с мэром Анн и Дальга он зажег рождественскую иллюминацию вдоль одной из главных улиц французской столицы Елисейских полей. 400 деревьев, ведущих триумфальной арки, усеяны мерцающими красными фонариками. Эти декорации разработал Сан Кутюрье. Ранее Париж украшали золотые гирлянды. В мэрии Парижа сообщили, что количество потребляемой энергии будет равно годовому потреблению электроэнергии двух парижских семей из четырех человек. В прошлом году гирлянды на Елисейских полях зажгла актриса и модель Лили Роуз Депп. Иллюминация будет включаться ежедневно с 17 вечера до 2 часов ночи. А начиная с 24 декабря праздничные огоньки будут освещать улицу в течение всей ночи. Итак, Андрей Козицкий, Евгения Ивановна, правее голова, директор Приморского краевого колледжа культуры. Да. Сегодня сделали вот такое произведение искусства, я не побудусь этого слова. Спасибо. Торт «Краски». Вместе с тобой. Вместе. Ну, да, я как всегда. Вот шоколад, орехи, что-то потерт, что-то помял. Вот, сейчас работа была на вас. Выглядит великолепно. Ну, вот такое. Я говорю, что это произведение искусства, да. Вот так. Ну, вот вы нам сегодня подарили вот такую вот крутую книжку. Да. Знаете, мы тоже хотим подарить вам книженцию. Я называю ее книженцией. Мы тоже выпускаем книги. Эта книга приурочена к 2019-летию современного мира. Называется она «Календарь». Вот. Ой, как здорово. Такое с нашим логотипом. Будем надеяться, что вы будете приходить к нам чаще. Тут какие-то легкие рецепты. Потом знали бы, добавили бы сюда рецепт графских развалинок. Ну, это уже в следующий раз. Да. Уже в следующем гостям. В общем, Евгений Иванович, спасибо вам, что пришли. Спасибо. Друзья, с нами сегодня была Евгения Ивановна «Пробей голова». Еще раз повторюсь, директор Приморского краевого колледжа культуры. Вот с таким вот шикарным тортиком. Вам всем большое спасибо, что были с нами, Евгений Иванович. Вам спасибо, что пришли. Приходите к нам чаще, мы будем всегда ждать. Приглашайте с удовольствием. В сентябре к вам. В общем, друзья, это была программа «Есть Тодэй». Никуда не переключайтесь. Всем до свидания. Скоро увидимся. А мы будем кушать и пробовать. Да. Да. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...